Это был последний динозавр на земле. И до прошлого лета он жил недалеко от нашего города в озере Протяжном. Есть такое озерцо в нижегородских лесах. Говорят, его назвали так потому, что раньше оно было большим и вытянутым вдоль дороги, как река. И по нему нужно было долго-долго идти. Вот и получилось. Протяженное. Вернее, протяженное. Зимой динозавр опускался на дно озера и спал там глубоким звериным сном, а по весне просыпался и выплывал на поверхность. Сначала озеро бывало пустынным, и доисторический зверь наслаждался мягким солнечным теплом и первой листвой. Поздней весной, когда вода становилась совсем теплой, к озеру подкатывались какие-то разноцветные звери с двумя глазами и громким воем. Во времена его молодости даже крупные динозавры не умели так быстро бегать, как они. Он видел, что из этих зверей выбегают маленькие двулапые звери. Эти двулапые любят бултыхаться в воде со своими детенышами у самого берега, или ложатся на землю и лежат, или разводят костры. И тогда большому зверю становилось страшно. Со временем его жизни лес горел несколько раз, и всегда было трудно дышать и жить. Однажды летней ночью на берег приехали те самые громадные звери. Из них вышло много двулапых. Они разожгли большой огонь, кричали, ревели и странно двигались вокруг него. Динозавр вспомнил, как давным-давно здесь плясали другие двулапые, светила луна, они были в венках и длинных рубахах, разноцветных зверей не было, и они не издавали таких диких звуков. Двулапые подносили к губам странные трубочки, и из них лились мелодии, от которых у динозавра чесались бока и тянуло повыть на луну, но все равно ему хотелось, чтобы они продолжали играть. И старый динозавр вдруг понял, что изменилось. Раньше двулапые любили его дом, его лес, его озеро и всех зверей и рыб. Их песни и игры были будто бы и для леса, и для озера. А теперь им стало все равно. Они любят только своих чудовищ, на которых сами же ездят. Любовно моют их у озера, а у тех от удовольствия стекает в воду вонючая слюна. Им не до его мира. Но эти двулапые обладают странной силой. Он уже не сомневался, что это по их вине озеро, его дом становится все меньше. И не то, что зверей, а крупных рыб уже давным-давно не видно. Динозавр вышел на берег. Он до крови поранил свои перепончатые лапы, обитое стекло, но ему было уже все равно. Он остановился на краю озера и почувствовал, как его лапы врастают в землю и деревенеют. Он поднял свою большую голову и завыл на луну, как это делали волки, когда они еще забегали на берег протяжного озера. Так последний в мире динозавр превратился в большой разлапистый дуб на опушке вблизи протяжного озера. Ты его видел?